Всем привет! Меня зовут Артур Шарифов. Добро пожаловать на мой канал. Это очередной урок по математике, который выходит на этом канале. И выходит он здесь по простой причине. У нас есть важное объявление. Ну и к слову, если вдруг вы смотрите этот ролик в день его выхода, то бишь в пятницу, значит сегодня вечером выйдет еще одно видео на моем канале и уже научпоп. Так что далеко не уходите. Ну а объявление следующее. Мы решили, что для того, чтобы в полной мере помочь вам с подготовкой к ЕГЭ по математике, мы запустим стримы на нашем сайте научпоинт. И первый стрим пройдет уже завтра вечером. Стримы будут доступны для тех, кто купил подписку на курс по математике на сайте научпоинт. Стоит она всего 590 рублей в месяц. Так что если у вас есть подписка, можете зарегистрироваться на стрим на сайте научпоинт. Если у вас нет подписки, можете взять подписку и зарегистрироваться на стрим на сайте научпоинт. На этих стримах мы будем разбирать задания номер 15, 17, 18, 19, по часу, через день и так до самого ЕГЭ. Почему именно эти задания? Ну, потому что вы их больше всего любите и чаще всего просите. Ну и не будет геометрии, потому что, я прошу прощения, но сейчас у меня голова слишком сильно забита, чтобы решать геометрию. Прямо сейчас, вот, выдам секрет, я уже третий день сижу на студии и делаю научпоп ролик, и вот параллельно срочно нужно записать урок по математике. Но я готов к этому, и сегодня мы разбираем задание номер 19, которое в очередной раз не поместилось на доску, поэтому я зачитаю его с телефона. Если вдруг с голосом что-то не так, простите, я немножко приболел. Итак, задача формулируется следующим образом. Маша и Наташа делали фотографии несколько дней подряд. В первый день Маша сделала М фотографий, а Наташа Н фотографий. Окей, с этим будет легко определиться. Маша это М, а Наташа это Н. Это количество фотографий, которые они сделали в первый день. В каждый следующий день, каждая из девочек делала на одну фотографию больше, чем в предыдущий день. То есть, в следующий день это уже М плюс один и Н плюс один. Известно, что Наташа за все время сделала суммарно на 1173 фотографии больше, чем Маша. То есть, количество фотографий, сделанных Наташей, это количество фотографий, сделанных Машей, плюс 1173. И что, фотографировали они больше одного дня? Ну, логично. А теперь вопросы. Пункт А. Могли ли они фотографировать в течение 17 дней? Пункт Б. Могли ли они фотографировать в течение 18 дней? И пункт В. Какое наибольшее суммарное число фотографий могла сделать Наташа за все дни фотографирования, если известно, что в последний день Маша сделала меньше 45 фотографий? Итак, я предлагаю начать с пункта А. Могли ли девочки фотографировать в течение 17 дней? Если мы знаем, что выполнены обязательно эти условия, и что фотографировали они больше одного дня. Больше одного дня. 17 больше, чем 1, значит это точно выполнено. Итак, как нам посчитать количество фотографий, которые за 17 дней сделала, к примеру, Маша, если мы знаем, что в первый день она сделала М? Если она в первый день сделала М, то во второй день она сделала М плюс одну фотографию. Третий день это М плюс два, значит 17 день это М плюс 16. Вообще такое выражение можно записать в виде суммы. Если вы знаете, что это такое, то это очень здорово, потому что это значительно упрощает вам жизнь. Это сигма, знак суммы. Внутри суммы есть переменные, обычно ее обозначают буковкой И. И с каждым новым членом суммы она меняется. В нашем случае это М плюс И, и И меняется от нуля до 16. Эта запись обозначает сумму, где в каждом последующем члене мы подставляем вместо И числа от нуля до 16. То есть это тоже самое М плюс М плюс 1 и так далее. Вместо И подставляем какое-то следующее число и доходит все это дело до М плюс 16. Просто так, для справки, очень удобная запись суммы. Если в этой записи сложить все М, то у нас получится 17 М-очек. Ну а далее это будет уже вот такая сумма по И от 1 до 16 И. То есть просто 17 М плюс 1 плюс 2 плюс и так далее плюс 16. Получается 17 М плюс 136. Это количество фотографий, которые Маша сделала за 17 дней. Ну и нетрудно догадаться, что такое же количество фотографий только от Н сделала Наташа. 17 Н плюс 16. Это величина СМ, а это величина СН. Теперь нам нужно просто подставить их в это равенство. Это на самом деле 136. Итак, 17 Н плюс 136 это 17 М плюс 136 плюс 1173. Ну разумеется, 136 у нас здесь будет сокращаться. М перенесем налево и вынесем 17 за скобки. Получается 17 на Н минус М это 1173. Получается, что разность между количеством фотографий, сделанными девочками за первый день должна составлять 1173 делить на 17. И о боги, это делится. Получается 69. То есть теперь мы можем представить себе такую ситуацию, при которой, например, Наташа сделала 70 фотографий. А Маша сделала одну фотографию в первый день. И это будет 69. В таком случае через 17 дней окажется, что Наташа сделала на 1173 фотографии больше, чем Маша. То есть ответ на пункт А, да, можно. Теперь разберем пункт Б. С ним гораздо проще, потому что у нас уже есть необходимая нам формула. Для 18 дней все то же самое. Только вместо 17 мы подставляем уже 18, соответственно. Получается, что разность между количеством их фотографий, сделанных в первый день, должна составлять 1173 делить на 18. Ведь вопрос такой, могли ли они фотографировать 18 дней, почти как гречка на рынке? И ответ нет, потому что 1173 нацело не делится на 18. Это обычно важный момент таких задач, и на делимость нужно обращать внимание. Нет, они не могли делать по половинке фотографий, они делали целое количество фоток. Именно поэтому ответ на пункт Б нет. 18 дней они делать фотки не могли. А теперь перейдем к пункту В. Какое наибольшее суммарное число фотографий могла сделать Наташа за все дни фотографирования, если известно, что в последний день Маша сделала меньше, чем 45 фотографий? Здесь нам неизвестно количество дней, поэтому эту величину мы обозначим за Т. И теперь с учетом этого постараемся на математическом языке сформулировать утверждение, что в последний день Маша сделала меньше, чем 45 фотографий. М это количество фотографий, которые сделала Маша в первый день. Каждый следующий день она делала на одну фотографию больше. То есть в тетый день она сделала на Т-1 фотографий больше, чем в первый. То есть М плюс Т минус 1. И это есть как раз количество фотографий, которые она сделала в последний день. И это все должно быть меньше, чем 45. Ну и если перенести единичку направо, получается, что количество фотографий, сделанное ей в первый день, плюс количество дней, должны быть меньше, чем 46. И нам нужно, чтобы выполнялось вот это условие. Но не забывайте, что это условие не единственное. Мы также помним, что разность между количеством фотографий, сделанных Наташей, и фотографий, сделанных Машей, еще из первого пункта. Это 1173 делить на количество дней, то есть на Т. И вот эти условия должны выполняться. При этом мы знаем, что это должно быть целое число, а значит Т должно быть таким, чтобы 1173 на него делилось. Благо у меня есть калькулятор, и я могу сделать разложение числа 1173. Я уже делал это слово. Мы уже знаем, что оно делится на 17, но если взять калькулятор в руки, можно узнать, что оно делится еще и на 3, на 17 и на 23. И это все наши варианты. Да, конечно, вы можете сказать, что, к примеру, число 1173 делится еще и на, ну, к примеру, 17 умножить на 23. Но давайте вспомним первое условие. М плюс Т в сумме должны быть меньше, чем 46. Ну, а здесь само Т уже получается больше, чем 46. И в любом случае, когда мы будем перемножать любые из этих чисел, будет получаться величина больше, чем 46. А значит, только 3 этих числа могут быть кандидатами на то, чтобы быть Т. То есть для Т у нас есть три варианта. Это либо 3, либо 17, либо 23. Давайте проверим все эти варианты. Итак, что если Т равно 3? Тогда, согласно первому условию, если вместо Т подставить 3, количество фотографий, сделанных Машей, ограничено числом 43. То есть максимальное количество фотографий, которые Маша могла сделать в первый день, это 42. А мы же ищем максимально возможный вариант. Берем самое большое. Больше, чем 42 не может быть из первого условия. Ну и как же посчитать количество всех фотографий, сделанных Машей за 3 дня? Я вам напомню, что каждый новый день, каждая из девочек делала на одну фотографию больше, чем в предыдущей. Это арифметическая прогрессия. Ну а если мы считаем сумму, значит мы считаем сумму первых трех членов этой арифметической прогрессии. И можно считать по следующей формуле для суммы арифметической прогрессии. Это два первых члена плюс, наверное лучше буковкой К обозначить, Н у нас уже занято, К минус 1 умножить на Д. Д это разность прогрессии, в нашем случае она равна единице, потому что каждый следующий день плюс одна фотография. Делить на 2 умножить на К. Тогда С3 сумма за 3 дня составляет 2 умножить на первый у нас член, это у нас соответственно просто М, а М максимальный у нас равна 42. То есть получается 2 умножить на 42, это максимальный возможный случай, плюс К минус 1 это 2, а Д это 1. То есть плюс 2 делить на 2 умножить на 3. К равно 3. Получается 84 плюс 2 86, делить на 2 будет 43, и умножить на 3 получается 129. Это максимально возможное количество фотографий, которые при таком условии могла сделать Маша в сумме, если фотографировала 3 дня. Но есть еще 2 других варианта, и здесь тот же самый принцип. Мы подставляем вместо Т 17, затем ищем максимально возможное количество фотографий, сделанных ей в первый день, чтобы удовлетворять первому условию, а далее считаем сумму только уже 17 членов, то есть вместо К подставляем 17. Я делегирую это вам. Мы получим 3 разные суммы, и самая большая из них, соответственно, и будет максимумом, но максимумом для Маши. Я оставляю это вам, и сейчас будут спойлеры. Через 3, 2, 1, прямо сейчас. С 17 составляет 612, а С 23 составляет 759. И как вы видите, из всех этих трех величин самое большое С 23, это 759. Логично кажется, что чем больше дней, тем больше фотографий, но не забывайте, что чем больше Т, тем меньше максимально возможное количество фотографий, сделанных Машей в первый день из-за этого условия. И получается, что количеством дней мы могли вообще не догнать, поэтому нужно было проверить лишний раз, и мы убедились, что максимально возможное количество фотографий, сделанных Машей, при таких условиях, составляет 759. Но это не вопрос задачи. Вопрос задачи, а сколько же могла сделать максимально Наташа? А Наташа, я напомню, сделала на 1173 фотографий больше, чем Маша. То есть в ответ мы записываем уже 759 плюс 1173, а это 1932. И это ответ на пункт В этой задачи. Подведем итог. Ответ на пункт А, да, действительно такое может быть. Ответ на пункт В, нет, это невозможно. И ответ на пункт В, 1932. Да, в этих задачах, как я уже много раз говорил, нужно много думать, нужно иметь хорошую фантазию и, да, тренироваться почаще в решении этих задач. Но при этом нужно иметь еще и большой багаж знаний. Например, если вы не шарите в прогрессиях, далеко вы не уедете. Если в теорию чисел вы не понимаете, то вам вообще здесь делать нечего. Вам также нужно знать все о признаках делимости, да и вообще по теории чисел желательно пройтись полностью. Так что, если вы хотите изучить всю теорию, необходимую для решения 19-го задания, то гуглите. Либо смотрите мой курс по подготовке к ЕГЭ по математике на сайте научпоинт. Ссылочка есть в описании. Я также напомню, что если вдруг вы захотите купить подписку, вы также сможете посещать наши через дневные стримы, где я буду решать задания номер 15, 17, 18 и 19. Заходите на огонек. Будем по часу в день как минимум сидеть решать. Но не забывайте, что просто знать всю теорию здесь недостаточно. Нужно побольше практиковаться. Поэтому занимайтесь сами. Если что, заниматься можно в том числе и на сайте научпоинт, где есть онлайн-тесты. Можно их проходить и проверять себя прямо там на месте. Занимайтесь. Ну а меня звали и буду звать Артур Шарифов. На этом все. Всем пока.